Я встретил тебя в начале зимы, точнее в конце нашей осени Всем доброе утро! Испугались? Не ожидали? Да-да, я красотка еще та Крашу волосы, в общем, читаю ваши... Таня, я все читаю Ты хотела, чтобы я красила волосы в прямом эфире Но это был бы точно даже не трэш, а еще хуже Поэтому я думаю, что этого короткого видосика в таком виде вам будет достаточно Пока что для начала В общем, я мать еще та И Андрюхе сегодня мне положила пенал и книжку с математики в рюкзак Складываю уже рюкзак я И всегда это происходит утром, когда мы бегаем-бегаем Вот это вот по квартире одеваемся Поэтому я не знаю, как там мой ребенок Я вам честно скажу, я не знаю, как Андрей, но я уже сама от этой школы устала Я жду каникул Это... Это утомляет очень сильно Так что такое Уже обстригала стараясь на старую квартиру Ну, в общем, что я в таком виде тут рассказываю? Потом да расскажу Все, девчонки, докладываю результаты моей покраски Я вам сейчас наклонюсь напротив окна и покажу корни на макушке Видели? В общем, вы знаете, краска за 50 гривен Ну, вот видите, если вот так рассыпать, то вот этот переход видно, но это переход от той краски От гарнировской, которая я себе сделала резкий такой переход А низ я не крашу Видите, уже сколько времени я не крашу низ Эти волосы тут такие живые, прям настоящие Ну, вот и все Покрасилась Юля за 50 гривен Мне даже нравится Я похожу немного Если интересно, если еще раз покрасить, наверное, на тон будет светлее, будет тоже неплохо Вот так, слава Богу, то я так сильно переживала, что мне прям лесожжет или я стану оранжевая или еще какая-то Там уже стоит Ника, видите ее? И тут уже стоит Андрюха, который клянчит, открывать посылку Сейчас мы Нику в спатье ложим и будем открывать посылочку и снимать для вас видео Ага Да Андрефу надо постричь Угу, мой золотой У нас еще осталось два дня школы и у нас будут каникулы 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 А сейчас через два месяца уже будут каникулы Да Мама Ну, весенние, а сейчас будут у нас весенние, весенние Ладно, все, иду смотреть для Ника и будем снимать посылочку Мне так интересно, что там Всем привет Привет, ребята А что это к нам приехало, Андрюха? Посылка Андрюха просто не дождаться ему было, пока я нику укладывала, пока я делала домашние дела А, Андрюшка ходил вокруг этой коробки и спрашивал, мама, когда мы будем открывать эту посылку Ну и, конечно, взрослый наш Дима даже тоже расстроенный уехал утром на работу, когда понял, что открывать посылку мы будем вместе с Андрюшкой, потому что Андрюшу ждал из школы Поэтому мы будем, наконец-то мы до нее добрались и будем открывать Немного примятая, видите, вот так вот, я надеюсь, что там ничего не побилось, не помялось Ага, и за Ники Я какая-то краснокожка, но это потому что я набегалась Ага, я тоже набелась За Ники Да Так, начинаем открывать Придерживание Я не спец Как открывать хорошо, я не знаю Я знаю Волнуешься? Нет Посылку нам прислала Лилечка, она из города Киева Она написала в инстаграме, что ей очень нравятся наши блоги, что она смотрит наш канал Лиля очень открытая, добрая девушка Она, вообще, у нее золотые руки Я посмотрела, какие Лиля делает шедевры, какие она печет торты Я вообще поняла, что я не то, что вот, я вот Так, давай еще тут мама откроет Чтобы я тебя не поранила, только аккуратно Я спец, конечно Как интересно Тут еще подрезать надо Давай Так, тут сверху лежит какая-то сумочка Вот такая вот, на ней написано Мэйкап Так, я покажу сумочку Вот, сумочка Мэйкап С такой кнопочкой Класс! Такой сумкой, кстати, даже на пляж удобно ходить Что там тебе, что? Попкорн Классно! Кстати, Андрюшка очень любит такой попкорн в карамели Сладкий-сладкий Ага Смотрите на Андрюхова Что это такое? Без понятий Очень вкусный и полезный чаек Викочка Лилечка, что это такое? Андрюх, ты только не спеши, мой золотой Ух ты! Печенье Орел Или что-то другое Смотрите Она на всем написала Очень вкусно и полезно в чаек И смайлик даже, как мило! Класс! А что же там на той этикеточке написано? Что там, зайка моя? Подожди Имбирный, с лимоном, джем Мы прямо сейчас с Андрюхой сделаем себе чай Спасибо! Подожди Андрюха прямо не может Андрюшку прет Ты чего такой счастливый? Андрюшке Отличный перекус в школу Ой Андрюшке Отличный перекус в школу Это печеньки Что это? Вот Видите, как красиво она написала Печеньки Завтра Андрюшка с собой возьмёт в школу Спасибо Никочка Сейчас, секундочку Подождите, пять минут Никочке тоже интересно, что тут она не может Ага, а я тут нашёл какие-то мармеладки Давай я ножницы заберу Мармеладки Так Мармеладки 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 А ну-ка давай учись считать хорошо Мармеладки Так, здесь написано Самой маленькой сладкоежке Вот Ника вовремя пришла, да? А знаете, что здесь? А я пошла Класс! Это какие-то жилиные конфеты Чего-то такие вот А я с маминой такое Нику не видно? Нику не видно, потому что она мелкая Ника забрала сразу свой презент себе Так, аккуратненько, сынок Боже мой Что это такое? Леша, ты это видела, Лили? То скажи нам, что это? Лилечка, что это такое? Зайка моя Мама А кстати, я бачу там его, да? И шось ты капом пушкой Смотрите, как она перевязала ленточкой с любовью Лилечка, какая ты умничка Слушайте, ну дети деребанят Коврик Салфеточка Лилечка, ты заметила, что я люблю такие салфетки? Я обожаю стелить Я сегодня прям постелю твою салфеточку Сейчас же Дети не могут остановиться, в общем Это все К чаю для всей семьи Лилек, ты меня прям расчувствовала, я не могу Чай для всей семьи Классно У меня покупка Моя ты золотая Столько всего положила нам Но надо было положить коробочку, конфеты и сумочку Ника, читай твои записочки Пожалуйста Слушай, ну я же хотела тот куличек Андрюш, не спеши, пожалуйста Угу Мы на пояс не спешим, хорошо? Угу Давай пока это положим сюда А я открою этот пакетик, хорошо? Угу 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 У меня столько всего тут Лилечка Пена для волос Нам ещё никто не присылал таких посылок, Андрюшка Угу У меня руки начинают дрожать А у меня ротик Пена для волос Сколько для мамы всякой красоты Вот это мама будет красивая Откроешь этот объект, сразу офигнишь. Термозащита! У меня никогда в жизни, Лиль, не было термозащиты. Честное слово, я всегда жалела на неё денег. Зайка моя, ты себе бы всё это купила. Зачем ты чужому человеку шлёшь такие посылки, родная моя? Мам, это всё же для тебя. Какая хорошая тётя, Андрюшенька. А это лак для волос. Андрюшка, Вероничка уже стелит салфеточку там на этом, на полу себе. Это та, лак для волос. Она подскользнула. Лиль, мне уже складывать сзади некуда. Моя хорошая, ты в мейкапе заказывала, наверное, правда это всё? Скользко, не культ. Мама, не открывай тут только пакет. Почему? Ты сразу офигеешь. Каленточка классная? Ага. Чикс. Мама, она тебе хорошо пойдёт на повязочку. Да. Вот такую. Вот так? Нет. Не так. А вот так. Вот так. Ну, так что-то неинтересно. Серьёзно? Угу. Нет. Кирилл, боюсь заглядывать в пакет. Просто. Ты нас одарила настолько подарками и детям сладостями. Ты хочешь открыть? Нет. Давай ты откроешь. Ну, ладно. Давайте. А пакетик этот откроет Андрюша. Ну, ты ж лицом устай, Клилия. Что это? Какое-то мороженое. Ну, давай прочитаем, что здесь написано. Подожди. Давай прочитаем одно. Андрей, не удержать просто. Мамочка. Мамочка. Лилия, я не могу открыть. Я сейчас начну рвать пакеты. Всё. Я обойду отсюда. Вернись. Так, я начинаю рвать пакеты, потому что уже открывать не могу. Нет. Здесь написано для любимых, для любителей блинчиков. Для любителей блинчиков. А это уже для меня. Шоколадная паста вот такая вот. Ням-ням-ням-ням. Класс. Вообще просто. Лилия, зачем такая громадная паста? Вот, Лилия, это чар. Мама, я тебе последнее не дам. Серьёзно. Вы знаете, когда я отправляла посылки, я испытывала совершенно другие эмоции. Мне было так приятно. Я волновалась, чтобы человеку понравилось. Ну, сделали я правильный выбор. На данный момент, когда я открываю эти все подарки, у меня просто какое-то дрожание внутри. Я просто не представляла себе, что кто-то пришлёт нам посылку. Последний подарок ты не выдержишь, мам. Хочу, чтобы эта чашечка подымала настроение, делала кофе ещё вкуснее и бодрящее, приятного. Мама, я тебе последний подарок не дам. Не выдержишь уже давление. Андрюха уже прячется от камеры, бегает своим пакетиком. Лилечка, ты знала, что я люблю чашки с овушками. Ты видела у меня, правда, такую чашку? Лиля. Лики. Прям не могу. Ника, ничего не пей, пожалуйста. Нет, нет, нет. Чашку туда ставить не буду, потому что Ника скинет по-любому. А последний подарок нельзя. Андрюшка, давай, показывай, что в том пакете. Ладно, только выдержу давление, пожалуйста. Тебе варежки. Варежки тебе. Что это? Варежки. Силиконовые варежки к духовке, Лиля. А это что из-то такое? Я ещё такого не видела. Смотрите, они тряпочные. А тут силикон. Что это такое? Смотрите, они тут тряпочные, а тут силикончик. Классные. Это доставать горячее блюдо из духовки. Лильчик, такая забота. И чашка. И эти варежки. И эти досточки. Это досточки, Андрюша. Для чего? Вот видишь, крошить на них можно, что ли. Ага, но это яблочко. Да, на то и рыбку. А на рыбку ласковку. И эти яркие досточки. Лиль, спасибо тебе огромное. Ты видишь нас и нас знаешь, а мы тебя даже не видели. Фотку твою в инстаграме маленькую видели. Я тебя прошу, пожалуйста, пришли на инстаграме фотку свою, чтобы мы тебя видели. Мы будем с радостью с тобой общаться. Мы тебе очень благодарны за эту посылку. У меня просто нету слов, честно. У меня тоже нету слов. Меня прям бросает в жар от волнения. У меня какое-то, знаете, прям переживание, чтобы не разочаровать вас, что ли. Вы, наверное, думаете, что я очень сильно хорошая. А я такая разная бываю. Лиля, ты прислала нам целую коробищу подарков. Просто. Жайка, только не побей мамину чашечку. Ника совушку увидела. Только, пожалуйста, давай маме совушку отдашь. Ты разобьешь. Она хочет забрать. Ой, Жанка. Совушка не лает. Совушка говорит пугу, пугу. Не пугу, а пугу, пугу, пугу. Она забирает эту чашку. Никулька, давай, мама, а ты оттуда побьешь. Побьешь. Совушку мою побьешь. Побьешь. Пожалуйста. Пакетики. Все так спаковано, красиво. Просто нету слов. Нету. И сумочка эта такая классная. Мы, если куда-то поедем, я буду в этой сумочке носить пляжные принадлежности. Буду с ней ходить на пляж. Ура, просто идеал. Андрюш, скажи, пожалуйста, тете Лиле спасибо за то, что она тебе вкуснятины столько прислала. Спасибо, тетя Лиле. Пятненький дважды спасибо. А мне 500. А что ты так тихо говоришь? Тебя не слышно? Да? А вот так слышно с микрофона. Лилечка, мы тебе очень благодарны, зайка, за посылку. Но не нужно было столько слать. Нам достаточно было бы коробочки конфет, какого-то письма. Почему ты мне ничего не написала, никакого письма? Ай, я бы хотела что-то прочитать от тебя. Там савэр... Ой, я тут не увидела. Хозяюшке помощь, чтобы ручки не обжигались. Тем, смотрите, я не увидела на барышках. Лиль, ты какая-то особенная. Знаешь, вот я переписывалась с Лилей в Инстаграм. И как она пишет, насколько она яркая по общению. Мне кажется, этот человек всегда улыбается. Человек, который достиг того, что она делает своими руками, своим... Вот я спрашивала, как Лиля училась. Она сказала, что она смотрела видео на Ютубе просто и повторяла, и училась. Но я вам покажу ссылочку на Лилину страницу, какие она печет торты. И какие она делает шедевры. Вы просто обалдеете. Обязательно. Если кто-то живет в городе Киеве и хочет заказать себе торт, я бы, Лиля, обязательно у вас заказала и торт, и пряники. И мы заказывали на Кристины, Ники, тоже пряники. Но таких красот я еще честно не видела. Там есть и тортики с щенячим патрулем. И всякие-всякие, Андрюшка, классные. Андрюшки, перекус в школу, видишь? А, смотри, Ника... Ника дереванит уже, пока я тут разговариваю. Я на Золушку похожа, правда, в этой штучке? Да. Лилев, похоже, чуть-чуть здесь на Золушку. Вот тут надо капюшочек. И красный. Как вам мой цвет волос? Нормальный? Ну, так же светло-дуже, солнечный свет. Да? А ты хотела темный? Не темный. А какой ты хотела? Ну, такие искровые. Искровый хотела? А этот не искровый, да? Этот чуть-чуть искровый. Лиль, может, где-то есть письмо, я не вижу. Я прям уже начинаю пересматривать все. Чего ты мне не написала ничего, Лилечка? Хочу, чтобы эта чашечка поднимала настроение, делала кофе еще вкуснее, будет очень приятно. Ты знаешь, что некоторые письма с другой стороны еще могут писаться. Лилечка, смотри. Я типа корму говорить. Пошел уже дереван сладостей. Угу. Ника выпрашивает у Андрюшки. Андрюшка ей выдает. Спасибо тебе, Лилечка. Смотри, как им вкусно. Ага, очень вкусно. Давай, говорит, еще. Лиль, спасибо тебе огромное. Правда. Сейчас такая минута тишины, и они сидят, едят этот сладкий попкорн. Я буду чистить картошечку, жарить на ужин Димуле. Встречать его. А себе сейчас, знаете, что я сделаю? А себе еще сделаю в новой чашечке кофеек. Я обязательно уже хочу сделать блинчиков с джемом. Вы знаете, насколько добро друг к другу, вот это сделанное добро, окриляет человека. Насколько хочется делать добро. Это как, знаете, идешь, кто-то тебе улыбнется, и хочется улыбнуться уже всем, кто идет тебе навстречу. Спасибо, Лилечка, тебе огромное. Я не устану говорить спасибо добрым людям, которые, ну, действительно, живут только на позитиве. Бегу за молоком в магазин. У меня столько джема в доме теперь. Мне просто жизненно необходимо приготовить блинчики. Просто цель сейчас, никакой глажки, ничего, все откладывается на потом. Я одеваю сейчас носки. У меня все в стирке, понимаете? Ну, высушено, нужно разложить. Капец. Одеваю носки и бегу за молоком. Будем делать блинчики. Лиля, что ты со мной сделала? Скажи мне, пожалуйста. Хорошо, что я позже не открыла посылку, потому что пришлось бы бежать в ночной АТБ за молоком. Ой! Ой! Ну, теперь и носки с вами одевать. Сейчас я пообщалась с Лилей в инстаграме, попереписывалась и поняла, что Лиля действительно много чем со мной похожа в этом неадекватном рвении к работе до последнего, до последнего вздоха, пока уже не понимаю, что уже все надо бросать, потому что либо ты работаю, либо работа тебя. И, Лилечка, хочу пожелать, чтобы ваше желание сбылось, чтобы у вас все получилось, потому что вы очень классные с мужем. Я видела вашу фотку, показывать не буду, мало ли, может, вы не хотите, я не спросила. Хочу, чтобы у вас все сбылось, чтобы все, что вы хотите, у вас получилось, и оно обязательно получится, и обязательно все будет суперклассно. Вот. Я надеюсь, что мы с вами будем общаться, и я буду в курсе того, как у вас дела. Буду за вас держать кулачки. Учить английский. Нам надо выучить... Слова. Слова. Have a shower. Ты знаешь, меня не часто вызывают на всех уроках. Еще, еще. Боже мой, в 2-ом классе, смотри, такие слова. А потом надо читать вот эти все диалоги, отвечать на вопросы, потом будет самостоятельная на эту тему. А что ты эту тему не прошел с репетитором? Смотри, Лилечка, сколько удовольствия доставила ты Андрюхе. Он обожает. Мы когда летали в Турцию летом, Андрюшка только ел шоколадом, блинчики, да, Андрюшенька? Тетя Лиля, тебя накормила сладостями, сладкоежину. Что надо сказать? Спасибо. Мамочка. А Ника без сладостей ест, но блинчики лопает. Доела? Добавки тебе? Сейчас. Все наелись в блинчиков. Осталось вот еще Димуля и на завтрак Андрюшке в школу. Лилек, спасибо тебе огромное за шоколадную пасту. Андрюшка оценил. Смотрю «Женитьбу вслепую». Помните, я говорила вам, что я обожаю эту передачу? И сейчас буду идти укладывать Николичку уже спать. Мужчина приятной внешности, скажите. Вот как-то сразу по внешности видно, не знаю, мужчину. Да. Очень бы хотелось. Вот видно приятной внешности. Посмотрим, чем закончится. Будем идти ложиться спать. Буду ложить Нику, потом сяду смонтирую видео. Хочу, чтобы оно вышло рано утром. Спасибо вам огромное за просмотр. Колеса стоят, Никина из коляски. Спасибо, что смотрели наши видео. Спасибо, что вы остаетесь на нашем канале. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы у меня такие все добрые, позитивные, классные. Спасибо, Лилечка, тебе за то, что ты подняла нам настроение своей посылочкой. Очень-очень приятно. Сейчас приедет еще Дима и тоже будет очень доволен. Вот. Берегите друг друга. Любите себя, любите свои близкие. Пусть все у вас будет... Ника бросается на меня. Пусть все у вас будет классно. Чтобы все было весело. Мы вас очень любим. До завтра. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok